Ну что, друзья, всем привет! И сегодня у нас будет разбор ваших работ, которые вы мне прислали. Кто не присылал, присылайте в следующий раз, не стесняйтесь. Присылайте свои еще начинающие работы, когда вы еще меньше всего понимаете, что, как делать. Потому что именно просматривая эти ролики, многие дизайнеры растут, развиваются, а я в этом вам помогаю. Тем более, скоро стартует мой очень крутой проект. Об этом я вам расскажу чуть позже. Для этого смотрите обязательно за обновлениями моего канала. Ну и погнали! Первая работа, лот номер один, цена обложки 2700, цена слайда 800 рублей, общий заработок данного участника от 80000 рублей. Ну что ж, давайте разберемся и посмотрим, какие моментики тут у нас есть. На первый взгляд, на самом деле, если посмотреть на эту работу, она выглядит достаточно так интересно, прикольно, ярко. Но есть моменты, которые сразу бы хотелось отметить. Первое, это отступы к краям. Если мы посмотрим, здесь все очень сильно прилипло. То есть, нету свободного пространства у текста. То есть, мы можем увидеть, как буква «Я» вот здесь прилипла к бутылке, к нашему товару, как вот эта плашка тоже самая. В остальном, сама композиция, в принципе, смотрится неплохо. Есть динамика, наклон бутылочки, есть заголовочек тоже крупный, такой интересный. Единственное, сам шрифт чуть-чуть такой агрессивный, но при этом есть его такие скругленные. Далее есть момент, который можно обнаружить, если ты на опыте. Например, как я, когда у нас кернинг разный в буквах. То есть, получается так, что у буквы «С» и «Т» очень большое расстояние между букв. На самом деле, нужно сделать так, чтобы оно было у всех букв практически одинаковое. В фотошопе это делается несложно. То же самое мы можем увидеть здесь. Здесь это сделано в слове «Удобно» и «Нормально», но при этом у слова «Удобно» большое расстояние между букв, а у слова «Инструкция» оно меньше. Удобно брать с собой на русском языке. В общем, плашки, тоже выходящие сбоку, это уже такое прям, ну, не очень круто. Это нужно от этого отходить. 350 мл в принципе мне нравится. И в остальном вроде бы нормально. Единственное, еще бы подумал, как изобразить вот тут вот арбуз и как изобразить клубнику. То есть, они здесь размыты для того, чтобы создать эффект линзы. Эффект линзы — это когда вы даже возьмете палец, подведете его к камере, и, грубо говоря, палец будет в фокусе, а я буду размытый. Или наоборот. Например, вы смотрите на камеру, например, да, и у вас палец размытый вблизи, а все остальное сзади четко. Вот. Так здесь этого эффекта не получилось сделать, потому что у нас просто выглядит так, как будто у нас клубника некачественного изображения. То же самое и арбуз. Он выглядит, как будто просто некачественная скачанная фотография. То есть, а должно быть так, что клубника на переднем плане, она должна быть перед бутылкой. Нехорошо, конечно, если клубника будет закрывать бутылку. Поэтому нужно просто клубнику развернуть на 90 градусов против часовой стрелки. Сделать ее вот так. Давайте покажу. Вот примерно вот так вот. А лучше ограничиться. Ну, нет. Давайте вот так вот ее сделать и размыть ее покрупнее. Тогда это будет именно то, что хотел сделать автор. Сейчас же просто ощущение, что оно немножечко некачественное. Ну, понятно, что это не плохие изображения, картинки, а просто они все в размытии. То же самое у нас здесь есть какое-то, не знаю, семечко граната, орешки, и оно тоже все размытое. То есть, когда мы делаем размытие, размытие это не просто. Когда мы берем и размываем все подряд для того, чтобы это было прям вот как будто бы все такое летающее. Нет. На самом деле размытие должно делаться правильно в нужных местах. Тогда будет именно тот эффект вот этой глубины. Ведь именно тенями, светом и размытием мы делаем тот самый глубокий фон, глубокое изображение. Давайте посмотрим другие слайды. Пробежимся быстренько и посмотрим, что у нас здесь. Еще хочу отметить один такой момент, который на обложке я не отметил. Но могу сказать точно, что эти шрифты очень не самая хорошая шрифтовая пара, которая сейчас есть. Потому что Road Radio и вот этот вот, не знаю, что за шрифт, они смотрятся немножко не сочетаются. Один digital, другой какой-то церковный. То есть, мне напоминает этот шрифт Победа. Вот давайте напишем магнитное. Просто интересно, магнитное. Кус. И что этого шрифта нету, блин, придется скачивать. Да, скачал я шрифт Победы, и как оказалось, что это не он. Но очень, по крайней мере, похожий. Тоже характерны такие начертания. И последнее мое знакомство, или даже, точнее, первое мое знакомство с шрифтом Победы, это было, когда я помогал делать макеты для храма Вооруженных сил Российской Федерации. Да, вот так вот. Принимал участие в этом. Это было давно. И тогда вот там везде все было написано этим шрифтом. Весь брендбук у них был именно в этом шрифте. И у меня он ассоциируется теперь только с какими-то храмами и военными действиями. Поэтому беспроводная, вот этот роут радио, которым написано беспроводная, да, он больше ассоциируется с чем-то таким высокотехнологичным или что-то вот такое. То есть вот роут радио вот сюда подходит, потому что это как раз таки, что это? Это какая-то, какая-то, я даже, беспроводный блендер. Блендер, вот, он технологичнее такой прям и выглядит дорого. То есть именно здесь я бы подумал бы, какой другой шрифт выбрать. Да, понятно, что магнитная зарядка, длинные всякие фразы, их удобно писать узкими шрифтами. Это все понятно, поэтому все так и любят буян, потому что он, типа, выглядит узко, при этом нестандартно, как бибас. Хотя я считаю, что буян это уже моветон, который просто мне даже не хочется его использовать в работах, потому что его используют все. Поэтому то же самое, как бибас, уже в моих работах вы можете даже не встретить буяна нигде. Потому что я уже буду выдумывать что-то другое, как реализовать, но не использовать буян. Полная зарядка 2 часа, вот полная зарядка уже мелко написано. Хватает на 14-16 порций. То есть, ребят, тоже акценты, вы когда их выделяете, вы думаете, типа, не только про креатив. Потому что понятно, что когда вы делаете какие-то акценты, работа сразу становится веселее, интереснее она смотрится. Какие бы правила дизайна бы не были, наплевать на эти все правила с оговорочкой. Но когда вы, типа, делаете что-то, выделяете где-то что-то меньше, что-то крупнее, оно смотрится хаотично. Иногда оно смотрится классно, потому что иначе будет смотреться пресно. На пресно умеют делать многие. А вот чтобы это было клево, круто, вау, немногие. Но мысль такая, что если хочется выделить, выделите там 14-16 порций. То есть, здесь очень много свободного пространства, которое можно вот обнаружить. Вот, вот здесь, вот здесь. То есть, в принципе, можно подумать, как, например, можно 2 часа крупно написать, и там полная зарядка. Да, тут, тут 14-16, например. Эй, буква, эй, получилось. 16 порций, там, здесь хватает. Ну, то есть, как-то скреативить так, чтобы могли офферы быть крупные. То есть, тут незачем, например, полная зарядка писать в одну строчку. Можно написать полная зарядка 2 часа. Ну, или тут че-буковку там, или 2 че, а снизу полная зарядка. Вот. То есть, я к тому, что нужно использовать пространство рационально, и когда у вас много свободного места остается на картинке, то получается, что работа выглядит не так плотно, как бы этого хотелось. Пойдемте дальше. Для приготовления, так, это мои линии, сейчас я их уберу. Для приготовления детского питания, коктейлей-смузи, коктейлей-смузи, или... В общем, здесь, конечно же, опять же, это говорит олене небольшой, которые можно было сделать иконочка, текст, иконочка, текст, иконочка, текст. Тут пространство очень много свободного остается. Вот оно. Типа, и фокус весь бросается туда. То есть, мне не хочется смотреть на само изображение, или, там, на заголовок, который, кстати, вроде бы неплохо, но я бы оттенил вот эту часть изображения, чтобы заголовок читался лучше. Хоть и понятно, что автор хотел сделать такой некий креативный объем, что что-то за этой штучкой что-то перед, или все за... Нет, часть вот этого заголовка мы видим, да? А что я белым рисую-то? Часть вот этого заголовка вот так, а часть под ним, под банкой вот этой бутылки. Но из-за того, что ручка белая, это белая, вот этого объема не считывается. То есть, все белое, белое на белом, мы ничего не видим. И здесь я уже сказал, что много свободного пространства удобно брать на тренировку, на прогулку, на работу. Ну, можно было бы тоже как-то изобразить это красивенько, там, я не знаю, в кружочках, вот так вот, и написать, если уж на то пошло. Но тут уже надо смотреть по пространству, как вот это встанет, хотя здесь можно, допустим, вот так два сделать, да? Ну, я условно здесь подписать каждый, и здесь так дугой чик-чик-чик, и тут так как-нибудь чик-чик. То есть, можно использовать это пространство хорошо, а можно сделать чуть иначе. Можно бутылку более сдвинуть сюда, здесь одни офферы будут, вот здесь, и как-то еще. В общем, вот такой момент. Следующие размеры. В принципе, неплохо, но мне вот что не совсем нравится, это то, что все-таки заголовок, он немножко мешает мне. Да, я понимаю вот идею. Ребят, поверьте, когда я что-то говорю, я не из тех, кто топит за какой-то там супер чистенький, правильный дизайн, который там ровный, без ничего лишнего, скучный, пресный и легкий, хотя с помарочкой, конечно, дизайн не всегда легко, даже если он выглядит просто. Но когда у нас такой переизбыток получается, то, конечно, сложно. То есть, я к чему? Здесь очень плотная верхушка, то есть, для меня очень сложно воспринимается вот эта часть изображения. Еще когда какая-то линия выходит прямо сюда, то есть, я бы, может быть, либо сделал бы слово размеры на перекрытие, поставил бы, да, вот здесь, и прозрачность на 5, то есть, там, ну или на 10, да, то есть, чтобы вообще слово размеры было максимально незаметно, но при этом считывалось. Либо же, вообще, может, отказался бы от этого, от этого слова, потому что это, в принципе, и так логично. Что еще хочу добавить, это сами 218 миллиметров, 82 миллиметра можно было бы сделать покрупнее, то есть, вот эти моменты можно было бы сделать покрупнее, а снизу линию можно было бы как-нибудь вот дугой нарисовать, например. Ну, что-нибудь так тоже, чтобы поинтереснее было. Ну, и здесь бы я тоже линию прямо бы не стал рисовать, я бы сделал ее прямо обтекающую, тут со стрелочкой вот так, так, а тут бы вот что-нибудь такое. Вот, но, опять же, надо смотреть по ситуации. В остальном, ну, вроде нормально, но, опять же, проблемка есть с отступами, что вот здесь прямо прилипло к самому краю картинки. Ну, это так. Ну, свободные зоны, окей. Так, и последнее изображение, которое у нас от нашего автора. Внимание, если не до конца закрутить дно блендера, оно не будет работать. В общем, с этим текстом есть проблема. Да, хорошо, что он разделен каким-то изображением, чтобы его было чуть проще воспринимать, но все равно все написано капсом. Достаточно непростой шрифт для восприятия, то есть Road Radio, он такой, это не шрифт про чтение, это шрифт про заголовки, про какие-то, может быть, пару оферов, но не для чтения. То есть, да, я бы здесь, на самом деле, все равно бы воспользовался, например, какой-нибудь Monserrat бы обыкновенный взял. Да, может быть, это был бы третий шрифт, но он бы воспринимался лучше. Либо же пришлось бы чуть-чуть поменять верстку, то есть, возможно, добавить больше строчек, больше сделать, конечно, межстрочные интервалы, потому что он очень растянут. Вот, здесь у нас отступов нету, здесь тоже, между срок отступы нету, здесь он еще пошел чуть меньше размером, отступы тоже нету, то есть, очень сложно читать, можно попробовать убрать все как-то, может, сместить в одну сторону бутылочку, там, арбузик куда-нибудь сюда, слово «Внимание» чуть поменьше сделать, потому что получается, что он прям какой-то такой пугающий. Я бы написал «Важно», потому что «Внимание» слово, оно какое-то такое, вот, «Важно», я бы написал слово «Важно знать», например, или что-то такое поменьше, текст бы сделал бы выключку по левому краю и сделал бы побольше, лучше межстрочных интервалов, но чтобы было больше воздуха, чтобы его было проще читать. И уже остальное раскидал бы по мере, куда это можно в целом использовать, ну, бутылку, там, вот это все. В общем, спасибо большое автору, возьми на заметку то, что я тебе сказал, а мы едем дальше. Итак, налобный фонарь, это 2500 за обложку, 800 рублей за слайд и 120 тысяч делает автор на данной работе, зарабатывает на инфографике. Ну что ж, здесь, в принципе, на самом деле сказать-то особо нечего, в принципе, все нормально, товар крупный, заголовочек есть, тут тоже оффер написан, устойчив к влаге и пыли. Ну, разве что, наверное, мое чисто такое субъективное мнение, что я уже это видел много раз, и мне как-то не хватает какой-то жизни, что ли, в этой картинке. То есть, есть камень, но вот задний фон мне не очень нравится, то есть, он какой-то вроде бы и ничего, там, закат вроде бы какой-то, но небо и оранжевая полосочка. Может быть, как-то фоном чего-то гор, что ли, каких-нибудь, ну, вот такого, наверное, бы хотелось. И момент, на самом деле, с светом чуть-чуть не хватает синего оттенка, потому что, когда мы делаем свет, нам хочется видеть немножко такой синий ауру. То есть, если вы посмотрите, вот я сейчас добавил, вот без нее, вот с ней, то есть, появился голубой оттенок, и наш фотоаппарат, ну, вы поняли, вот этот вот фонарь, который похож на фотоаппарат, он стал светить нормальными, современными, нормальными, современными диодами. А сейчас там просто стоят обычные старинные какие-то фонарики, вот, это просто про синий цвет. Ну, и, в принципе-то, честно, мне тут больше нечего добавить, в принципе, нормальная работа, хорошая сцена, ну, которую, вот, ей бы только задний фон бы чуть-чуть поддоработать. Вот так вот. Спасибо большое, погнали дальше. Работа следующего автора, это электрощетка, и стоит она 500 рублей, не сама щетка, конечно же, это 500 рублей за слайд. Если ты еще в самом своем начале пути, то нормальная работа, на самом деле, которая, ну, скажем, вот, простенькая. То есть, дам тебе одну подсказку, это, чтобы твоя работа хотя бы чуть-чуть стала объемнее, тебе необходимо просто добавить сзади свечение. То есть, мы возьмем сейчас, вырежем твой товар, который ты оформлял, и добавим на фон чуть-чуть, допустим, голубого цвета. Вот так. И уже в таком случае у нас появляется немножечко глубины, которая смотрится, в принципе, неплохо. То есть, вот так и вот так. Если добавить еще виньетку, например, то она станет еще чуть-чуть объемнее. Мог бы чуть-чуть для динамики добавить, например, ей этой щетки наклона, например. Чуть-чуть ее наклонить, и добавляем на фон немножечко теньки. То есть, все, вот у тебя уже на этой стадии появился объем. Что ж, спасибо большое, мы идем дальше. Итак, данный автор отправил мне работу с пометкой, что обратите, пожалуйста, внимание на эту работу, я ее сделаю после прохождения курса вашей команды. Я такой, типа, так, я вас не помню на своем курсе. Какое же прошли вы там обучение? Оказывается, это моих братанов, курс, быстрый старт по инфографике. Вот, данный автор прислал на заметку. Реанимация. Здравствуйте, может, вам будет интересно, но это первая работа от курса вашей команды. Хотелось бы услышать ваше конструктивное мнение. Ушло на это с учетом поиска фотографий, идеи около пяти часов. Цена тысяч рублей, знаю, больше не берут. Ну, и в месяц всегда по-разному. Где-то 40К всегда стабильно есть. Ну, отлично, если 40К есть, где 40, там и 150, видите, это так. Это так. Ну что ж, давайте посмотрим теперь. В принципе, работа прикольная. То есть, она такая яркая. Есть вот эти шарики, они чин-чин-чин такие летят прямо в эту стиральную машину. То есть, в принципе, прикольно. Но мне не совсем нравится заголовок. Возможно, я бы для стирки сместил бы вправо. То есть, чуть-чуть отодвинул, и он бы уже такой более нестандартный. Не вот этот вот прямоугольник, куда все новички стараются всегда запихнуть текст. То есть, заголовок симпатичнее смотрится, когда вот... Сейчас я вам покажу. Одно слово длинное, второе уже. Или, например, одно вот здесь, другое вот так. Но когда все стараются сделать из него вот такой прямоугольник, этим страдают все новички. Не знаю, почему так. Но у всех именно вот эта вот мания. И у меня так же было. Мне прям нравилось. Я делал, а низ подгонял по ширине вот этого. Я мог прям вот такой заголовок. Типа, о, он такой ровный, такой классный. Нет. На самом деле, не очень это хорошо. Вот. Поэтому данная работа в целом неплохая. Немножко кажется какой-то векторной. Как будто вот не хватает объемчика, конечно. И здесь бы я вот как-то вот этот слайд бы рассматривал как второй или третий. Но вот как обложка мне почему-то он как будто не хватает самого товара посмотреть на него. То есть, да, шарики есть. Но ты не понимаешь, это они реально так выглядят? Или это какая-то там креативная, скажем, вот эта идея, что эти вот такие штучки, это свежесть. Вот. Ну, в принципе, нормальная. Спасибо, что прислали. Идем дальше. Массажер антицеллюлитный. В принципе, сразу же, мне обложка нравится. Легкая такая. Есть тенюшечка, есть такой заголовочек аккуратненький, хоть опять буянчик, но он тонкий в этот раз и смотрится вполне хорошо. В принципе, подобрана хорошо цветовая гамма. Есть зеленушечка, освежающая всю эту историю. Но что мне не совсем нравится, я сейчас поясню. Итак, первое. Это вот эта вот, эта попка. И ее бы хотелось как-то повыше. То есть, мне не совсем нравится, что кусок булки обрезается. То есть, я бы попробовал как-то это сделать вот больше вот сюда, в фокус. То есть, у нас фокус как бы не вот сюда падает, а вот куда-то сюда. А тут что-то непонятное. То есть, этот момент бы я, конечно, бы попробовал исправить. Далее, мне совсем нравится, что вот эти офферы, они про одно и то же. Но почему-то этот оффер прилип сюда. Почему? Потому что автор, скорее всего, подумал, что здесь вроде как бы места нет. Здесь вроде бы как бы тоже. Но на самом деле было бы логичнее, конечно, продолжить эту цепочку и сделать тут три оффера. Скопируем. Вот сюда. Ну и, естественно, вот эту мадам мы берем чуть выше, сдвигаем. И все отлично получается. То есть, не понимаю, почему решение было в итоге выкинуть вакуумный массаж вот сюда. Когда можно было бы продолжить здесь. Просто немножко поработать с фотографией и поднять ее повыше. Следующий слайд уменьшает качество кожи для преимущества вашего тела. Тра-ля-ля. Слишком резкий переход вот здесь. Прям нету легкого такого напыления. Есть прям... То есть, кисточка была вот примерно вот на таком эффекте. Хотя надо было бы, чтобы он был на каком-нибудь таком вот совсем. По чуть-чуть. И, может быть, модель бы я не сделал бы не такую красную. Потому что, ну, прям совсем у нее красный такой цвет кожи. Как будто бы она сгорела на солнце. Что, конечно же, смотрится не очень хорошо. Для этого можно просто взять, нажать Ctrl-Ups. Ctrl-Ups. Нажимаем Ctrl-Ups. И даже просто чуть-чуть ее сдвинуть. Сделать ее, может быть, менее такой. То есть, это я быстрый вариант показываю. Опять же, не прям там цветокор какой-то, но красная. И вот такая все-таки разница есть. Ну, единственный еще момент. Могу дать подсказку, что лучше использовать темные. Темно-серый, нежели черный. Черный очень плотный цвет. Очень рябит. И поэтому можно брать серенький. И работа будет выглядеть намного лучше. То есть, если ты возьмешь и все черные цвета свои поменяешь на... Давайте я даже покажу это, как это будет смотреться. Итак, вот наш заголовок. Давайте поменяем его на темно-серый. Вот так вот, по моему мнению, по крайней мере, выглядит лучше. Потому что черный, ну, очень прям бьет по глазам. А так делается легкая картинка. Не раздражающая. То есть, вот где-то вот в этих цветах. И так оно, если все сделать, будет прям кайф. Кайф. Ну что ж, спасибо. Кстати, я не сказал, 400 рублей слайд и 25к в месяц. Но данный автор совмещает с работой. Хотя у тебя достаточно классная работа. Я не понимаю, что ты там делаешь на своей работе. Если ты можешь тут делать намного-намного больше. Так, вот такого клевого динозаврика нам прислали. Понятно, что человек еще только начинает. Это заметно. И она достаточно плоская. Но старается быть вот объемной. Обязательно, кстати, ребята, кто смотрит это видео, следите сейчас за моим каналом. Потому что за любым из двух, либо Вэл на деньгах, либо Вэл и его карты. Потому что скоро у меня будет для вас очень крутое предложение. От которого вы просто не сможете отказаться. Пух. Вот так, друзья. И это даст всем просто нереальный буст. В общем, динозавр говорящий, интерактивный. Заголовочек. Ну, плашка. Да, уже не актуалочка. Такие плашечки делать. Это уже все уже давным-давно прошло. Это давно умерло. Я имею в виду в таком контексте. То есть, плашки имеют место быть, но их нужно реализовывать немножко по-другому. То есть, динозавр можно сделать крупнее. Можно подобрать интересный детский шрифт. Да, потому что в данном контексте это обычный шрифт. Плюс они чуть-чуть разного размера, мне все это видится. И как-то нет такого хорошего, прям плотного заголовка. Потому что, как я уже не устану это никогда говорить. Заголовок это сердце любого дизайна. Даже если раньше я говорил это карточки, то нет. На самом деле заголовок это самая важная составляющая. Посмотрите на постеры к фильмам, как делаются заголовки. И вы увидите, что там в основном всегда... Ну, если мы возьмем классные фильмы какие-нибудь, то всегда присутствуют крутые заголовки. Далее это иконочки, которые не подписаны. Но подписана кнопка play. Здесь же непонятно о чем речь. Здесь тоже, я так понимаю, что он со звуком. Но опять же таки, он издает какое-то рычание. Или он как пищалка, не совсем понятно. А, ну вообще-то написано говорящий. Ну, я понял. Можно было бы подписать в любом случае. Дальше это у нас, давайте по сцене чуть-чуть пробежимся. Тенька у нас не совсем правильная. Я бы сказал, она никакая. Ее просто не видно. Но она здесь есть, в любом случае видно. Ну, вы поняли. Здесь она же должна идти чуть побольше. Потому что у нас края картинки, они вот. И тень должна все заполнять эти места. То есть она должна, конечно, тут меньше к краям быть. Но здесь ее нужно растянуть. Вот. Далее это задний фон. Когда задний фон, он прикольный на самом деле. Такой рисованный. Но когда он у нас очень в фокусе, это допустимо. Но все равно размытие должно быть. Иначе не будет той самой вот этой глубокой картинки. И не будет акцента на товаре. То есть сейчас товар немножечко теряется. То есть если так смотреть, то прям яркого такого фокуса на него нету. Потому что у нас все в фокусе. Это логично. У нас стол в фокусе. У нас динозавр в фокусе. И задний фон то же самое. Вот. Поэтому вот так. Возможно, я бы еще каких-нибудь рисованных листиков добавил. Ну раз уж такая тематика. Или камушков. Чтобы просто было веселее. Окей. Пойдемте посмотрим следующий слайд. Здесь у нас функция Try Me. Нажми на хвост. Вот Try Me. Что это за функция? Как будто я в этих динозаврах разбираюсь. Но опять же, окей. Это на самом деле на суд. Самому заказчику оставляем. Потому что ТЗ иногда такие, что он ужас. Нажмите на хвост. Динозавр очень мило рычит и задрожит. Иллюстрация к данному термину или к данному офферу на слайде не совсем понятна. Да, я вижу, что оно как бы чуть-чуть дрожит. Можно было бы еще такие белые штучки нарисовать. Такие типа он как будто он вибрирует. Потому что стиль как раз такой рисованный. А, ну тут есть вот бррр. Ну я бы все равно какие-нибудь такие дорисовал бы штучки. Это было бы прикольно. И вот этот эффект дрожания. Он на самом деле здесь очень плохо или очень слабо заметен. Надо было бы побольше куда-нибудь вот сюда увести. Как-нибудь вот так, да. И здесь то же самое сделать. И вот так же попрозрачнее. Это было бы неплохо. Возможно еще какие-нибудь. Может еще добавить эти же. Но тоже попрозрачнее. То есть немножко ощущение, что у меня глаза... В голову мне дали. У меня в глазах дрожит. А не вот эта последовательная раскадровка, скажем, эффекта. Окей. Это хвост. Но почему-то он похож на лапу. Кстати, ребят, прикиньте. Я вот сейчас смотрел. Я думал, что это лапа. То есть это оказалось совсем не лапа. То есть здесь уже нужно было стереть вот эти. Оставить один хвост. Чуть-чуть вот наклонить эти в стороны. И было бы окей. Ну и нажми на хвост. Динозавр очень мило зарыщит. У нас, обратите внимание, здесь вот такой отступ. А здесь меньше. Тоже обращайте на это внимание. Что расстояние между строчек, оно должно быть одинаковое. Если это не какие-то разные смыслы, естественно. Или абзацы. Две батарейки АА в комплекте. 100% экологичное наполнение. Детишки очень темные. Теряются на темном фоне. Нужно прям сильно высветлить. Потому что они прям теряются. У нас везде практически один и тот же фон. То есть он чуть-чуть меняется. Но вот первый и второй слайд. У нас одно и то же изображение. А это на самом деле очень сильно может наскучить. Что ж, 350 влезы слайд. 30 тысяч тире пятьдесят за месяц. В принципе, нормально. Молодец. Продолжай в том же духе. Лазерная указка мне прислала Варя. С моего второго потока ученица. И сначала я подумал, что возможно она решила меня подставить. Чтобы сказать, что какое у меня ужасное обучение. Но, как оказалось, было сопроводительное письмо. Где было написано, что все-таки это работа присланная еще до обучения. Так что, Варя, ты в любом случае молодец. Сейчас дам тебе конструктивный разбор. Итак, лазерная указка, фонарик, ультрасветовой свет. Такое разнообразие цветов. На самом деле это неплохо. Есть какой-то котеночек прикольный. Потому что это намек на то, что любят покупать лазерные указки для того, чтобы играть с котами. Со скотами. Есть лапки, всякое такое. Фигурки. Вот эти фигурки, конечно, некачественные. Но я сам делал эту лазерную указку еще давным-давно. И я знаю, что эти просто рисунки, их нормально-то не сделать. Их, я помню, рисовал сам с нуля какие-то, которые было просто не разобрать что-то. Поэтому они вот такие. Ну, можно было бы, да, обвести. И это было бы прикольно. Это было бы хорошо и красиво. Красный цвет. Он, на самом деле, очень рябит. То есть, вот здесь пятерка уже теряется. Лазерный цвет я бы изменил лучше на белый. И написал бы лазерный фонарик белым. Здесь бы добавил какую-нибудь, наверное, плашечку. Написал бы что-нибудь в ней. А три в одном добавил бы в какой-нибудь кружочек. Написал бы три в одном в кружочке. Котик окей. Но можно было бы добавить этому котику тенюшечку, например. Чтобы он выглядел немножечко так. Это поинтереснее, что ли. Так вот скопируем. Чикс. И теперь ему добавим теньки. Тень. И нашу красотенку уже можно сделать чуть-чуть объемнее. То есть, и поинтереснее. Хотя тенька не такая уж и прям заметная. Но можно сделать ее тоже в другом стиле, эту теньку. То есть, можно ее сделать прям вот так. Прям резкую. То есть, как будто это стикер такой. Показано 4, где 5. То есть, если это 5 у нас точка, то, конечно, хотелось бы ее видеть. Вот как-нибудь вот так. И пусть она тоже светится. Вот. Хотя, вот я говорю, если бы это была точка, то я бы сделал вот так. Потом внешнее свечение. Фикс. Чуть вот так. Линейный осветлитель. И поменьше, конечно. И если оно там красным светится, ну тогда как-нибудь вот так. То есть, по сути, просто нужно взять кисточку, пройтись по каждой этой фиговинке. Пусть оно будет не так же прям один в один. Но оно будет точно ровнее. Оно будет точно симпатичнее. Например, скопировать. Так. Просто покажу, вот как это можно было бы сделать. Берем. И нам нужно, допустим, вот эту звезду обвести. Теперь у нас появилась вот эта звездочка. Клеить. Стиль слоя. И вот она, наша звезда. То есть, понятное дело, что да, мы получаем более качественную картинку. Она смотрится более интересно. Тут, в принципе, все фигуры не сложные. Их можно обвести. Если что, бабочку можно как делать? Обводите одну сторону. Просто ее потом копируете. И прикладываете, чтобы ее полностью не обводить. Она зеркальная, поэтому тут все легко. Человечек тоже. Он вообще весь из кругов нарисован. Ну, мышку можно так вручную обвести. И нормально будет. Вот. Такая вот у меня подсказка. Ну, остальное по слайду, в принципе, тоже теньку больше надо сделать на фон от лазерной указки, чтобы чуть-чуть подальше отодвинуть. По второму слайду. Здесь уже, кстати, все намного лучше. Здесь у тебя так это как-то более интересно смотрится. Хотя кружочки бы попробовал сделать покрупнее. Место позволяет. Стрелочка вот эта почему-то теряется. То есть, тоже обращайте внимание, ребята. Это вот почему-то я заметил у многих нет вот этого понимания, где теряется цвет на другом цвете. То есть, этот момент нужно за ним всегда следить. То есть, по сути, у вас должен быть просто чек-лист. Когда вы закончили работу, это для, если что, новичков сейчас обращения. Вы просто смотрите. Хоп. Не сливается ли у меня нигде стрелочки, там линии, текст, циферки, заголовки. И все. Вы проходите, смотрите каждую картинку. Я думаю, что вот здесь можно даже, даже в принципе, любой человек, не обязательно дизайнер заметит, что вот этот серый полностью потерялся на синем вот этом вот фоне. Вот это, кстати, получше. Но опять же, та же история с тенью. Пять фигур, красный написано, очень такой едкий красный. То есть, тут либо нужно фон менять, чтобы использовать красный, либо лучше не использовать. Сама указка окей. Лазерный луч, заголовочек, безопасно для животных, траля-ля, меняй формы. Ну, в принципе, тут плюс-минус то же самое. Безопасно для животных, какой-то градиентик, который бы хотелось изменить. А лапки в размытии тоже убрать. То есть, убрать именно размытие. Лапки можно оставить, но не менять. Лапки, блядь, можно убрать. И убрать... Лапки можно оставить, а размытие убрать. Да. Это тоже нормальный слайд. Типа, он логически симпатично смотрится. Фонарик. Но я бы как-то лучше бы, наверное, вот так весь текст бы написал. Лазерная указка. Фонарик. Фонарик в одно слово. Ультрафиолет. Ну, то есть, как-то так вот. Мне кажется, это было бы интересно. Ну, и красный опять. Красный, красный цвет. Он очень прям тяжело смотрится. И подходит для проверки банкнот, презентации и уроков игры с питомцем. Я бы и уроков убрал бы, просто уроков. Просто констатация факта. Просто уроков, проверки банкнот, презентации, игры с питомцем. С 500... питомцами. Спасибо тебе большое, что прислала. Мы идем дальше. Ну, что ж, у нас вот такой рюкзак. И что здесь можно увидеть? Первое, что мне бросается в глаза. Вот этот вот алло-красный, такой коричневый. Он, конечно, сильно рябит. Он теряется на этом фоне. Даже не то, чтобы теряется. Он просто очень съедается. Вот на этом фоне. Поэтому тут нужно, конечно, его оттенять. То есть, либо затонировать сверху темным чем-то фотографию. Либо же как-то иначе. Подобрать цвет заголовка. Это будет смотреться лучше. USB-зарядка для телефона, в принципе, классно. Куда у нас идет провод? А где там зарядка? По-моему, зарядка вот здесь. Вот она. Ну, куда идет этот провод? Не совсем понятно. Потому что должен быть штекер здесь. И провод уже вот он пойдет. Когда у нас вот какие-то моменты съедаются. То есть, 20 литров. Ну, понятно, да, что написано литров. Но можно же просто 20L тогда написать, например. Или же все-таки чуть-чуть достать оттуда это изображение. И оно не будет тогда буква В там вот скрываться. То есть, такой момент. И что еще, это сам размер рюкзака. Конечно, он маленький. Он достаточно маленький. Кажется, что он большой. Но на самом деле нет. Если вы посмотрите конкурентов по этому запросу, то вы увидите, что рюкзаки показываются намного крупнее. Ну, или даже если у кого-то меньше, то в данном контексте здесь достаточно пространства для того, чтобы его увеличить. Как минимум. Ну, сейчас давайте проверим. Просто понятно, что придется немножко менять композицию. Но, по крайней мере, увеличить рюкзак до вот такого размера здесь вполне можно. И все поместится. И это я вам точно гарантирую. Просто что-то может уйти в заголовок. Например, унисекс 7 в 1 можно убрать в надзаголовок. Будет рюкзак. Потом, например, 20 литров вот сюда. Влагостойкий материал под заголовок. Крепкие швы как-то вот сюда уместить. USB-зарядка для телефона тоже. Ну, короче, вот такой момент. Но USB-зарядка для телефона, конечно, это нужно показывать крупнее. В данном случае это теряется. А это может быть очень ключевой и решающий оффер, что рюкзак-то с зарядкой. Вот. Есть там вот этот отсек для пауэрбанка. И можете заряжать свой смартфон. Да или все что угодно. Вот так вот. Что ж, спасибо большое. 1500 рублей стоимость обложки. Заработок до 50 тысяч. Спасибо большое. Погнали. Посмотрим последнего нашего автора. Вот такие у нас три обложки. Что ж, сверху есть тонировка. Это, в принципе, то, чего не хватало нашему автору с словом рюкзак. Хотя, вроде, синее напыление есть, но оно как-то можно было усилить. И чтобы оно было вот так, и комплект трусов, например, или тут слово рюкзак, не терялось. Мне не нравится, что оно прям тоже резко заканчивается. Помните, когда оно у нас более такое размытое, оно смотрится намного симпатичнее. И 10 штук. Это вид сзади. На самом деле, очень маленький. Совсем, совсем не видно. То есть, вот этого кайфа, что оно вот так вот выглядит сзади хорошо. Это нужно увеличивать в разы. И прям, я бы, наверное, вот залез бы на эти трусы, ничего страшного. И показал бы, как оно выглядит сзади. 42-48. Тоже плашка сбоку выходящая. Это, ну, можно вообще все офферы попробовать бомбануть вот с одной стороны, да. То есть, они будут вот как-нибудь так, так и вот так, например. Ну, это предположение. Чуть-чуть модель сдвинуть вправее. Ну, и все равно будет все хорошо видно и читаться. Следующее. Тональный BB-крем Alex Ivan. В принципе, неплохо. Иконки очень маленькие. Я считаю, что можно их делать чуть-чуть побольше в данном случае. Потому что здесь очень много свободного пространства появляется. Ну, подиум можно чуть крупнее сделать. Я бы тон, наверное, убрал бы вместо выравнивания. Потому что все-таки тон, 10, fair, light это более важное преимущество, чем вот остальные. То же самое, что баллончик с краской бы продавался. Говорили бы про качество этого баллончика с краской. Но какого цвета поставили бы в самый низ. В принципе, неплохо. Нормальная работа. Ну, и это как хороший такой шаблон для того, чтобы ее усложнить и сделать ее более кайфовой. Вот, что я могу сказать. А так, в целом, да, аккуратненько, хорошая. Но это как, скорее, заготовка. Это, если бы в моем варианте это рассматривать, это был бы как половина от того, что будет дальше. Разбивающий планшет. Что я могу тут сразу отметить? Просто... Ой. Это вот этот вот момент, где у нас сверху вот такой большой отступ в плашке. Ну, почему? Да и кратко, да пофигу. Пускай она вылезает за границы этой плашки. Но чтобы не было такого, что снизу у нас вообще нет места, а сверху вот такой большой отступ. Это смотрится не очень. В общем, дальше планшет. Слово планшет я бы еще больше по дуге написал. Я вот вижу, что вроде бы оно есть, но я бы прям загнул бы. Потому что у нас ручка здесь достаточно крутая. И если в таком же ключе написать планшет, развивающий по дуге. 15 функций. Вот опять же, и кратко немножко смещена назад. Я бы вынес на передний план. Никакой полезной информации здесь в объекте нет. Ничего страшного. Ну, да, есть какой-то узорчик, но не страшно, если он перекроется плашкой. Это допустимо. Да или лучше все-таки чуть-чуть выше просто поднять. И пусть вот этот низ плашки будет заходить. Но и и краткая, пускай повыше. Здесь у нас есть какой-то проводочек. Что, о чем это говорит, не совсем понятно. То ли оно в комплекте идет, то ли что. Короче, здесь будут плашки. Здесь будут плашки. Это все будет спрятано. Дальше. Ребенок есть. Прикольно, в принципе. Детский интеллектуальный учебный. Детский интеллект. Учебный. Как это понять? Детский интеллект учебный. Детский интеллект учебный. В остальном, конечно, фон тоже хотелось бы доработать. Сделать что-то более понятное, не абстрактное на нем. То есть доработать вот этот момент. То есть как база. Это смотрится неплохо, но это нужно докручивать. Ну и вот здесь вот стоп тоже маленький. Нужно вот этот момент искоренять. Чтобы если вы хотите размещать какие-то 3D элементы, пусть они будут на расстоянии каком-то от вашего товара. То же самое вот здесь. Вот эти штучки не должны заходить на товар. То есть все должно иметь какое-то расстояние от себя. Если вам это было интересно, как всегда, обязательно подписывайтесь на мои каналы, соцсети. Участвуйте в этих разборах. Присылайте свои работы. Смотрите на ошибки других. Старайтесь их не повторять. И обязательно еще раз следите за обновлениями моего телеграм-канала. Потому что для вас у меня будет скоро очень крутое предложение, которое прокачает вас полностью всех. Все. Обнял, поцеловал и я полетел. Пока-пока.